Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Бесконечных автострад, метро. Как уцепиться за это ощущение? Пробки. Для начала прочитать книгу, где подробно инструкции рассказано, как пошагово можно ощутить этот приблизиться к дзену. Книга-то вот буквально вышла на днях, да? Можно поздравить тебя с этим. Ну, в декабре не на днях, но скажем так. Ну, слушай, в масштабах книги, я считаю, что это на днях. В масштабах страны. Да. Если ты пока еще не разговаривала с Натолько, что готова нам выложить все секреты, которые изложены в твоей книге, давай начнем с того, как эта книга появилась на свет, что тебя подтолкнуло к написанию этой, ну вот можно сказать, прям руководства для жизни? На самом деле я всегда хотела написать книгу, не знала на какую тему, потому что у меня очень широкий спектр интересов. Я как раз тот человек, которого называют сканер, которому интересно все, и люди иногда удивляются, откуда ты вот это знаешь, откуда ты вот это. Мне просто интересно много разных вещей. И я думала вообще сначала, что книга будет кулинарной. И я в издательство предложила несколько лет назад идею кулинарной книги. Я тогда занималась как раз эклерами, собственно, то, с чего книга начинается, с закрытия бизнеса, от того, какую я усталость на себе ощутила. В общем, я тогда занималась эклерами, была очень в это вовлечена. Этому предшествовала учеба во французской кондитерской школе Лена Дюкаса. Я подумала, ну классная тема, надо про заварное тесто написать. Отправила письмо в издательство. Мне сказали, вы знаете, мы рассматриваем авторов только от 50 тысяч подписчиков в блоге. А у меня было тогда где-то, может быть, 2 тысячи, 2 с половиной. Я такой, ну... Что делать? А сейчас у тебя 44 тысячи подписчиков? Ну да, где-то так. Все равно еще пока не настолько, чтобы для протеста писать, да? Да-да-да, я к тому, что не обязательно следовать каким-то четким правилам, чтобы что-то получилось. То есть в жизни всегда возможны отклонения от маршрута. В общем, тогда я решила, что нет, 50 тысяч — это вообще невозможно. Мне казалось, в принципе, блоги, у которых 10 тысяч подписчиков, это просто небожитель, мне вообще там никогда не быть. И у меня это там, ну... Я, в общем, не стала так, что надо что-то предпринять, чтобы у меня было там 50 тысяч подписчиков. На крутках нет. Ну, нет и нет, и дальше занимаешься своими делами. И где-то через год, в общем, в силу разных обстоятельств, издательство само пришло ко мне, ну, уже через там другого человека, и мне предложили вот идею книги. У меня на тот момент уже были публикации в разных изданиях, где я как раз рассказывала про саморазвитие, о том, почему там сейчас карьеру не так модно делать, а важно заниматься тем, чем тебе нравится. Вообще, про оптимизацию жизни. Оказалось, это очень трендовая тема. Редактору понравилось, она стала гуглить меня в интернете, увидела, что я, в принципе, много пишу, что я журналист по образованию. И, в общем, так мы встретились. И это был как раз период, когда я уже приняла решение, что я закрываю бизнес. Это событие, которое вообще перевернуло мою жизнь, разделило на две части. До эклеров и после эклеров. Ну, то есть вот весь следующий год... Сладкая жизнь кончилась? Ну, в каком-то смысле, да. И, в общем, весь предыдущий год, ну, вот 2018, это, я считаю, был самый продуктивный год вообще в моей жизни. То есть когда я... Эклеры были, на самом деле, такой моей мечтой. То есть я всегда хотела открыть кондитерскую или булочную. Ну, то есть вот такой... И ты представляешь, что у тебя так начинается новый день, ты приходишь, значит, в свое пространство, такой открываешь торки, значит, как это там... Немножко сказочная такая история. Да, да, да. Ну, в общем, бизнес не имеет, конечно, да, ничего общего вообще с этим, да. И до того, как у меня это переросло вообще в цех, ну, то есть во что-то более такое, там, глобальное и промышленное, да, я где-то полтора года вообще дома занималась. Я затянула, на самом деле, с этим процессом. Вот. И в книге есть отдельно глава для тех, у кого есть хобби, кто хочет зарабатывать на хобби, монетизировать. В общем, это такие две стороны одной медали. На любом хобби, Лена, или на каком-то конкретном? Вообще, в принципе, то есть это подход к хобби. Люди расстраиваются, когда они не могут на хобби заработать. Я говорю в книге о том, что хобби не создано для того, чтобы на нем зарабатывать. Это вы, наоборот, вкладываете деньги в хобби, в материалы, там, в ресурсы какие-то, чтобы оно приносило вам удовольствие. Это основная задача хобби. Как только вы начинаете зарабатывать на хобби, оно перестает приносить тот процент радости. То есть хобби, вернее так, когда это становится бизнесом, это значит, что ты не выбираешь, когда тебе что-то делать, не знаю, там, вязать, шить, готовить. Когда у тебя есть заказ, ты, может быть, предпочел бы посмотреть фильм, отдохнуть, лечь спать пораньше, но ты не можешь, и ты там продолжаешь это делать. Более того, когда к тебе поступают заказы, которые могут идти вразрез с твоим чувством прекрасного, как это должно выглядеть, в общем, таких моментов может скопиться много, и поэтому у людей часто бывает разочарование от хобби. Это из разряда «сделайте-ка мне эклерс с вареньем и этим самым маргарином». Да, 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 что-то, в общем-то. Да, друзья, есть ли у Елены Володиной какие-нибудь хобби, мы расспросим, но сейчас небольшая пауза, вернемся скоро. Друзья, Елена Володина в гостях у теле-радиоканала «Страна-ФМ», автор книги «Дзен в большом городе». Елен, вот ты сказала, что мечтой твоей был бизнес сладкий, да, эклеры, и я хотела обратить внимание, что очень многие люди пишут книги, именно сосредотачиваясь на своей мечте, что они всю жизнь к ней идут, приходят, ура, и финал книги. И потом читатели, наблюдатели в полной растерянности, потому что в жизни так не бывает, что ты дошел, и это уже финал, да, потому что бывает, ты дошел, потерял, дошел, оказалась как-то вот разочарованием, не тем, что ты ждал или ждала. Вот я хотела тебя спросить, ты планируешь как-то всю свою жизнь описывать в книжном формате, в формате блога, чтобы делиться этими впечатлениями? Основная фишка, я ничего не планирую, оно все само происходит спонтанно. Это тоже то, о чем я пишу в книге. Мне кажется, что был тренд несколько лет назад на вот такое, что тебе нужно составлять планы, доски желаний, списки какие-то, там что-то вычеркивать. Уже не модно, да, все уже? Я пропагандирую, что это уже не модно, что на самом деле списки очень сильно на нас давят, и проблема списка в том, что мы туда вписываем дела, которые не приближают нас к цели. То есть это что-то какое-то рутинное, ну, условно, не имеет смысла ввести список из серии, там, сдать пальто в химчистку, там, еще что-то. Потому что у тебя видимость того, что ты чего-то много всего сделал, но оно к твоей мечте, к твоей какой-то задаче. Там же глобальные какие-то списки надо писать. Ну, а глобальные тоже, то есть ты не можешь знать, что будет с тобой в конце года, потому что события могут как угодно повернуться. То есть я за то, что нужно больше такой расслабленности, чтобы у тебя было. Это я называю плыть по течению, но это не значит ничего не делать. Не значит, что не грести. Тем более не грести против течения, то есть не ускорять какие-то события. И самое главное — внимательно смотреть по сторонам и замечать какие-то возможности и шансы, которые могут изменить твой путь очень сильно. Ты можешь прийти даже выше того, куда ты вообще планировал. Быть расслабленным и внимательным. Расслабленным физически, ну и внимательным ментально, я бы так сказала. Слушай, ну вот такой интересный момент даже из психоанализа, что люди так часто зацикливаются на целях, я должен сделать это, 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 что они перестают слышать себя. И зачастую вот эти доски желаний, вот эти цели, они не их личные, они наносны. Из разряда мама хотела, чтобы я там был юристом, чтобы я выучил английский, там раз там рисует, я знаю английский. Или я там хочу спортивную форму, а на самом деле всего этого человек не хочет, он хочет заниматься совершенно другими делами. Есть ли в твоей книге информация, как расслышать себя? Есть отдельная глава, называется «12 вопросов на миллион», на них надо отвечать письменно. Я давала разным людям ответить на эти вопросы. Обычно люди смотрят и говорят, так, ну я там, не знаю, вечером отвечу, или там за выходные отвечу, потом, оказывается, проходит три недели. То есть это такие очень серьёзные вопросы, которые мы не привыкли себе задавать, ну и вот так разбираться. Но ты хотя бы нам три или пять, скажи вопросов, что там у тебя? Например, можно себе задать вопрос, за что меня чаще всего хвалят. Это очень важный вопрос, потому что он показывает твои сильные стороны, и что люди в тебе ценят. То есть иногда мы не замечаем, на самом деле, например, что у нас сильная коммуникативная какая-то часть, да, что мы там, или что мы хорошие организаторы, или там, не знаю, миротворцы, или какие-то посредники. Это сам человек должен, не его близкие, например, друзья. Он должен вспомнить, что ему уговорили, потому что то, что сам человек считает своими сильными качествами, и то, что считают другие, это могут быть совсем разные качества. Потом можно себя спросить, о чём я жалею. Это тоже очень такой интересный момент. Это такое воспоминание об упущенных возможностях, и оно позволяет тебе подумать, а что бы ты в будущем, да, о чём бы ты не хотел пожалеть, и, может быть, не стоит тянуть время, а нужно действовать вот прямо там здесь и сейчас. Можно написать, какие вопросы тебя волнуют прямо сейчас. Обычно я советую, если есть такие вопросы, то надо идти, например, к психологу разговаривать, прорабатывать. Если ты сам не знаешь на них ответа, это нормально. То есть если у тебя болит зуб, ты идёшь к стоматологу. Если у тебя вот там что-то внутри... Болит душа. То это нормально, сходить к психологу, это не стыдно, это не значит, что ты сумасшедший. Мне кажется, вот как раз-таки в наше время люди уже начинают понимать, что психоаналитики и психологи — это те специалисты, которые нужны, особенно в мегаполисах, когда нет времени буквально ни с кем пообщаться. Друзья, ну, психолог мне сейчас ничего не подсказывает, зато звукорежиссёр говорит, что необходимо сделать паузу, после которой мы продолжим разговор. Лучшее в стране. Ну, друзья, писатель и блогер Елена Володина в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Ну, Инстаграм-блогер, да, можно уточнить? Да. Да? То есть пока видеоблога не делаешь, ничего такого? Для этого нужен отдельный ресурс, в том числе моральный и физический, у меня его нет. Скажи, пожалуйста, а вот история названия твоего блога, да, в Инстаграме «Джо Кукер». То есть это вот, я понимаю, что это связано с готовкой эклеров, но, тем не менее, почему «Джо»? Это такой ник, который со мной был очень много лет, потому что я темой приготовления еды давно интересовалась. У меня был в своё время кулинарный блог на ЖЖ, он также назывался. Потом я вела кулинарный блог на сайте Космару, он назывался «Ема не толстей». Ну, в общем, «Джо Кукер» вот как-то так пошло. Это игра слов тогда было как-то модно, типа «Джо Кукер», «Джо Кукер». То есть «Джо Кукер» — это как персонаж какой-то, который готовит. И, в общем, когда у меня была идея создать какой-то бизнес, коммерческий аккаунт, я решила воспользоваться тем названием, которое уже есть, и, собственно, взяла его. И потом не стала его менять, когда уже блог перестал быть про еду и стал про саморазвитие. Я советовала с читателями, я говорю, как вы думаете, может быть, просто своим именем назвать? А мне говорят, нет, это ваша история, историю как бы полезно сохранять. Я такой думаю, ладно, хорошо. Слушай, еще про твою историю хочется спросить. Я так понимаю, что ты практически с начала интернета сразу стала блогером. Ты, не знаю, курсы какие-то посещала, как набирать лайки, как собирать подписчиков. Или все само собой шло? То есть вот потянуло тебя в интернет? На самом деле я поздно пришла, ну, именно не в интернет, а в Инстаграм. Ну, то есть сильно позже того, когда там можно было быстро расти. То есть Интернет, вообще, мне кажется, любая соцсеть, Инстаграм и Ютуб, это немножко такое как сетевой бизнес, как пирамида. То есть чем раньше ты приходишь, тем больше ты можешь получить. Новенькие игроки, им сложнее раскручиваться у тебя, с каждым годом подписчик стоит дороже. То есть больше собирают те, кто приходит раньше. То есть принцип действия такой. Я проходила, ну, там несколько, один у меня был курс основной. Мне хотелось понять, как это вообще все устроено. Механизм, да, вот это вот? Да, 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 да. Но все равно, когда ты потом сам еще делаешь какие-то ошибки, ты учишься в том числе и на своих ошибках. Плюс отдельно можно там брать разборы профиля, чтобы тебе опытные блогеры советовали, как это делать. Ну, то есть если этим заниматься, это нужно прям погружаться в эту тему. Советуешь учиться, да? Людям, которые, может быть, слушают, смотрят страну ФМ и тоже думают, не заняться ли мне... Учиться вообще, в принципе, советую, но не для галочки, не просто так, чтобы корочку получить, а с пониманием того, зачем вам это нужно. Но в Инстаграме и для галочки тоже можно учиться. Зачем? Ну, галочку получить. А, кстати, это очень сложно сделать, только если у тебя есть много каких-то двойников и дубляжных страниц, просто так галочку не дают. У тебя есть? Нет. У меня был один, я нашла один канал-клон, очень быстро на него пожаловалась, и его удалили. Слушай, я хотела вот задать тебе вопрос. У меня почему-то как-то не то, что резануло, да, но как-то вот задело, заковырнуло момент, что ты приходишь, блог, по сути, это твоя жизнь, да? То есть не хватит такой фантазии, чтобы вообще выдумывать из пальца то, чего в твоей жизни нет. А какой-то человек на каких-то курсах берет и делает себе замечание. Говорит, вот я считаю, вот здесь вот ты как-то, вот это не привлечет массового подписчика. Давай менять вот эти темы. Не говори о том, что тебя интересует, говори о том, что в тренде на этой неделе. Тем не менее, ты всегда прислушивалась полноценно к этим советам или отстаивала в свои моменты, говорила, это мой дом, мой блог, и я здесь буду. Нет, ну как, можно к любым советам, к любой критике относиться, что-то принимать из нее, что-то нет. Понимать, что готов ты из этого брать. Поэтому, ну, другой человек, у него нет полномочий, чтобы прям тебе диктовать, как вести. Хотя он может быть прав на самом деле, то есть может быть стоит прислушаться. Вы знаете, мы прислушиваемся к людям, от которых многое зависит, и сейчас необходимо объявить рекламу, ну, а потом уже мы вернемся к разговору. Итак, еще раз всех приветствуем на телерадиоканале «Страна.ФМ. Лучшее в стране». И сегодня мы пытаемся все познать дзен в Большом Городе, а это потому, что у нас в гостях автор книги «Дзен в Большом Городе» Елена Володина, также она автор инстаграм-блога «Джо Кукер». У Романа был вопрос о простой книге. Вопрос, да, вообще, кому книга адресована, Лен, скажи. Вот люди сейчас смотрят, слушают, кому надо идти в книжный. По своим читателям я заметила, что на самом деле книга не только для моих ровесников. Ее читают, начиная с 12 лет и заканчивая там 50+. А что, в 12 уже там кризис какой-то? Да, я шучу, что я в 12 читала «Незнайку на Луне», но оказывается, что современное поколение очень продвинутое, и те вопросы, которые поднимаются в книге, они тоже актуальны. Поэтому аудитория очень широкая. Но отдельно мне интересно, как мужчины реагируют. Я еще такой опрос не использовала. Возможно, вы, Роман, будете первым, кто почитает, потом поделится опытом. Вообще, книга для тех, кто так же, как я, в свое время устала от этой сумасшедшей гонки в большом городе, вообще, в принципе, в городе, от каких-то обязательств, ожиданий общества, от стереотипов, которые навешиваются. Тут такой момент, Лен, что все, что ты делала, вызывало полнейшее восхищение. Потому что, получается, ты человек, который успевал все и тут, и там, и это, и пятое, и десятое. Вот так не надо делать. Потому что что будет? Потому что будет кризис среднего возраста. Выгорание будет, конечно. И выгорание будет очень сильно. И, в общем, нельзя хвастаться тем, что ты все успеваешь, потому что это ненормально. Никто не успевает все. Это ненадолго. А давайте не просто хвастаться книгами, которые вот здесь в кадре, а просто дадим возможность кому-то из зрителей, слушателей стать обладателем этой книги. Итак, у нас будет небольшой конкурс интеллектуальный. Сложное задание. Лена задает вопрос, вы правильно отвечаете и получаете книгу. Да, а давайте, вот, какого, не знаю, синдрома, феномена, теории нет в книге? Варианты ответа. Да. Теория нулевого километра, синдром Филиппа Киркорова или феномен Ольги Бузовой. Какого феномена нет в книге? Нулевой километр, Филипп Киркоров или Ольга Бузова. Ваши варианты, да. 8-909-928-1-89-9, это WhatsApp, Viber, SMS-сообщение. Нам осталось определиться, друзья, какому по счету правильно ответившему человеку мы, собственно говоря, отдадим эту книгу. Как вы обычно делаете? Ну, я бы не мучил, я бы первому отдал. Конечно. Там уже неправильные ответы пока приходят, но не будем, не будем. Думайте, ребята. 8-909-928-1-89-9, SMS, WhatsApp, Viber, обязательно подпишитесь, ну и укажите город, из какого вы. Да. Ну, а мы продолжаем беседовать по поводу твоей книги и твоей жизни, потому что эти два события очень сильно связаны. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что ты всегда там хваталась, тебе это интересно, 5-й, 2-й. Ты отличница, вот такая у тебя синдром отличницы. Да, я думаю, что до сих пор все равно остался. Ну и староста в классе, прям такая обязательность. Староста, кстати, никогда не была ни так, ни в университете, не знаю почему. И, в общем, я, в принципе, стараюсь иногда не бежать впереди паровоза. Если есть кто-то другой, кто возьмет на себя ответственность, ради бога, я не буду за это биться. Я просто хотела спросить вот по твоей жизни, потому что в любом случае ты ее приоткрываешь слушателям, допустим, в возрасте 30 лет, да, может быть, тебе и 25, но, допустим, в возрасте 25 лет. Это я про себя уже загнула. Смотри, у тебя было несколько галочек, да, там, выйти замуж, там, родить детей, основать свой бизнес. И сейчас, находясь в той точке, где ты есть и оглядываясь назад, есть ли что-то, о чем ты все-таки очень сильно жалеешь? Настолько жалеешь, что не можешь пойти дальше. Вот кажется, что какая-то возможность все-таки очень сильно упущена. То, что ты записала вот в эти 12 пунктов. На самом деле я не могу сказать, что это прямо что-то мешает двигаться дальше. Есть что-то, над чем я продолжаю сейчас работать, над чем я не могу говорить, в силу разных обстоятельств. Но в целом жалеть о том, что было это бессмысленно, потому что ты уже все равно ничего не можешь изменить. Лучше сосредоточиться на том, что еще хорошего ты можешь сделать за свою жизнь. А зачем тогда вообще, в принципе, есть такое задание, возвращаться в прошлое? Потому что если возможности упущены, то, может быть, и ну их вообще? Чтобы по поводу новых возможностей, чтобы их не упустить, чтобы понимать, что ты, возможно, упустил из-за того, что ты протянул время, долго выбирал, долго ждал. Чтобы ты в будущем такого не совершил. То есть это полезно именно с точки зрения каких-то будущих действий. Ну, а вот, опять же, возвращаясь к книге, там не только твоя история, но и история твоих подписчиков. Есть что-то, что тебя вот прям так особо тронуло за душу, что ты сейчас можешь вспомнить и рассказать? Какие были ситуации у людей? Там, ну, не какие-то цельные истории, это больше такие комментарии в ответ на мои истории. Ну, например, было очень много веселых комментариев о том, почему не стыдно, приезжая первый раз в Москву, не посмотреть Красную площадь, а не знаю, там, восхититься Макдональдсом или чем-то еще, потому что многих осуждают. Типа, ты был в Москве, не посмотрел Красную площадь, и читатели рассказывали смешные истории, как детские воспоминания о Москве. Это было там, какой-нибудь понравился одной читательнице туалет в Кремлевском дворце, например. То есть она не запомнила само шоу, представление, но вот это произвело впечатление. Или метро на одну девушку произвело впечатление в детстве. Они весь день катались с папой, пока она, значит, не захотела есть. Подошла к женщине в метро и говорит, а вы каждый день на метро ездите? Она говорит, да. И утром, и вечером? Так, говорит, да. Она говорит, какая вы счастливая. На самом деле, я вот просто вспомнила, что я, свое первое впечатление, да, я когда приехала в Москву, мне было 22 года. И я помню, тогда еще на вокзале играла вот эта веселая песня «Провинциалка, провинциалка». И первый раз вступить на эту движущуюся лестницу было реально страшно. Вот я это запомнила на всю жизнь, как я прям так... Вячеславу Малежику, большой привет. Да, привет ему. Спасибо ему за эту песню и за такое вот как бы чувствую. Стихи Михаила Танеча. Да, роман, инцелопедия наша ходячая. А ты свой первый визит в Москву помнишь сейчас? А это был, собственно, я переехала в Москву, это был мой первый визит. То есть я не была в Москве до этого. Это было такое странное ощущение. Смелым. Покупки билета в один конец. И это был поезд на чемоданах. Я еще догадалась перед поездкой выдернуть зубы мудрости. У меня была вот такая вот щекан. Это был первый зуб, который вообще, в принципе, выдернула. Я не знала, что могут быть такие последствия. То есть без мудрости ты решила вот так вот смелостью взять Москву? Да, да, примерно так. И получается, да? То есть вот прям ты приехала, как начало все получать? Нет, стало получаться лет через 10. То есть если переезжаешь в Москву, будь готов начать все с нуля. А первые, ну даже не 10 лет, первые два месяца что-то делала с билетом в один конец? Ты приехала, у тебя чемоданчик. Да, мы приехали с будущим мужем. Мы стали жить у наших знакомых, которые уже тоже до этого переехали. У них уже была работа. Потом нашли жилье, нашли работу. Ну и как-то так все завертелось. Ну то есть так последовательно, потихонечку, не хватает звезд с неба, но в развитии. У меня, я не ехала в Москву за какими-то там амбициями, сверхдостижениями. Зачем ехала, скажи? Мне просто было интересно. Потому что все, что можно, как мне казалось, попробовать в Новосибирске, я уже попробовала. И поэтому хотелось чего, какого-то развития в Москве. Но не там должностей, не регалий. Я не помню, чтобы меня это вот как-то сильно манило. Друзья, приезжайте в Москву за развитием. Потом будет все. И книги, и известности, и подписчики. Мы скоро вернемся. Будьте в компании «Страна.ФМ». Дамы и господа, Елена Володина в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Что ж такое дзен в большом городе? Вы можете прочитать в книге, которая уже ждет вас во всех уважающих себя книжных магазинах. Совсем скоро мы подведем итоги конкурса. Но сейчас хочется спросить Лену, над чем в настоящее время она работает. Потому что я знаю, что ты помогаешь вести очень интересный блог. Да, это такой необычный проект. Мы начали его где-то чуть меньше полугода назад. Как раз когда я делала ремонт в своей квартире, мы стали очень плотно общаться с прорабом. Его зовут Ильхом. Мы делали с ним до этого ремонт в моей кондитерской. То есть впервые я как раз с ним познакомилась там. И весь процесс ремонта я снимала в сторис. У меня в Инстаграм можно найти отдельную папочку в закрепленном. О том, вот прям как от голых стен и до финального интерьера, как это все было. Золотые руки у него. Да. И у него команда. То есть он, конечно, делает это не один. И ему очень понравился этот процесс. Он говорит, а давайте мне тоже заведем Инстаграм и будем его вести. И так мы завели Инстаграм. Он так и называл... Ну, прораба зовут Ильхом. И прораб так и называется. Иль.хом. Это такое немножко и в какое-то французское, сочетание французского и английского. Потому что Иль по-французски это он. Хом это дом. Ну, соответственно, тоже персонаж, который пишет про дом. А еще это похоже на название какого-то журнала. Как есть Эльхом, а есть Ильхом. Ну, в общем, такая тоже игра слов. Как вы поняли, я люблю делать названиями аккаунтов. И мы делаем вместе с ним прямые трансляции с объектов. Берем истории клиентов, рассказываем. Такую игра про лям. Сколько подписчиков у него сейчас? А там немного. Там сейчас где-то две с половиной тысячи подписчиков. Немного. Немного, Роман. У нас столько нет с тобой в Инстаграме. Да. И что они пишут, что они спрашивают в основном? Самое главное, что из Инстаграм приходят заказы. То есть это на самом деле маленький аккаунт для того, чтобы он как-то монетизировался. И сейчас уже у Ильхома, по-моему... На 22-й год заказы. Уже, по-моему, 6 заказов из Инстаграм за полгода. Учитывая, что каждый объект делается по 2-3 месяца. В общем, это очень неплохой темп. Я очень довольна. Но я так понимаю, не только ты обогатила его жизнь, но и он. Твою ты очень сильно увлекаешься дизайном. И даже подумываешь над тем, чтобы следующую книгу посвятить наведению порядка. Это сейчас такой спойлер. Мне кажется, даже редактор в изнательстве не знает. Да, я просто сама увлеклась этой темой. Я вот выкидываю, мне кажется, каждые выходные просто мешки вещей, которые накопились. Хотя, как человек, который часто переезжает, у меня, в принципе, не так много всего лишнего. В общем, я за такой минимализм в доме. Многие считают, что что это такое? Этот дом выглядит вообще как отель, слишком стерильно. А мне очень нравится. И, в общем, я сейчас очень погрузилась в эту тему. Но зато не давит пространство. Да. Я хотела еще у тебя про рюкзачок тревожности спросить, потому что так интересно совпало. Я прочитала этот пост, думаю, хорошо. Рюкзачок тревожности вышла, начала рыться в своей сумке. И думаю, мама дорогая, на все случаи жизни, а самое главное, что мне было нужно, там вот отсутствует. Я, кстати, понятия не имею, где это выложила. Может быть, это у меня там в рюкзаке. Как так происходит? Как мы погружаемся в это во все? Я думаю, что это попытка, это моя версия, что это попытка удержать контроль над жизнью, попытаться вот все проконтролировать себя, во всем обезопасить и положить как можно больше полезных вещей в сумку, которые могут пригодиться. Но я сторонник того, что ты не можешь застраховаться от всего. И гораздо важнее, как ты отреагируешь над ситуацией, как ты сможешь пережить дефицит чего-то. Мне говорят, а вот для меня это, мол, показатель такой самодостаточности, что вот все, что нужно в рюкзаке со мной, и я вот в любом месте буду себя... Завтракать на Марс. Да, я буду в любом месте чувствовать себя комфортно. Но мне кажется, самодостаточность — это как раз независимость от вещей, что даже если у тебя будет, не знаю, каких-то три предмета, и тебе все равно хорошо и комфортно, потому что тебе, прежде всего, комфортно самим собой, и ты не будешь сильно переживать, если ты, не знаю, попадешь под дождь, или, не знаю, у тебя не будет там один раз влажной салфетки. Как бы никто не умрет от этого. Слушай, как интересно, вот такая у тебя гибкость, да? То есть ты человек, который прям доверяет пространству на все 100%, а когда ты едешь в другую страну, нет у тебя такого, значит, собрать аптечку на 3 килограмма? Ну, просто у меня, так понимаешь? Я путешествую налегке, не знаю, там, могу просто рюкзак, например, взять с собой, или я беру маленький совсем чемоданчик и минимум каких-то вещей туда положить, если только не планирую что-то привезти прям сознательно. В дороге пишешь, например, как-то в самолетах, там, в поездах? По-разному бывает. Я вообще советую, в дороге вообще лучше ничего не делать, и лучше посвятить все мысли себе, уйти внутрь себя, как раз, не знаю, задавать себе вопросы, не знаю, мечтать, думать, что тебе нравится. Мы привыкли каждую минуту свободного времени заполнять чем-то полезным, чтобы у нас была суперпродуктивная жизнь. Это тоже неправильно, потому что, ну, мозгу тяжело с такими нагрузками справляться, поэтому лучше ничего не делать. Чтобы было легче, давайте подведем итоги нашего конкурса. Давайте, да, давайте подведем итоги. Мы говорили, что первый, кто правильно ответит на вопрос, Елена заберет эту книгу, вопрос был очень сложный. Какой теории нет в твоей книге, и были варианты ответы? Теория нулевого километра, синдром Филиппа Киркорова и феномен Ольги Бузовой. Ну, я вам сразу скажу, что первым правильно ответил абонент, чей номер заканчивается на 4504, мы его и поздравляем. Зря вы не подписались, но, тем не менее, наши аплодисменты вам. Правильный ответ, это, конечно же, Филипп Киркоров, да, его в книге нет. Но, ты знаешь, какая закономерность? Практически 100% ответов пришли неправильно, и они все были про феномен Ольги Бузовой. Но мы на Бузовую ловили, да. Почему люди считают, что ты не могла об этом написать? Я не знаю, может быть, кажется, что я выгляжу слишком интеллигентной, или вообще про Бузовую нельзя написать в книге, ну, то есть как-то так. Я, наоборот, хотела включить эту главу, потому что неприменительно именно к тому продукту, который она выпускает, а посмотреть на нее с точки зрения человека. Все же говорят «саморазвитие в моде». Вот, на мой взгляд, как раз Ольга Бузова демонстрирует саморазвитие. Это человек, который занимается тем, что ей нравится, пробует себя в разных сферах, не слушает никакие, не обращает внимания на негативные комментарии, а и хвалы. Это, вот, представляете, какая должна быть сила, я не знаю, вообще и мужества, и всего, и самоуверенности, и какая вера в себя должна быть. Я реально каждому желаю иметь такую веру в себя, и вспоминать вот именно про феномен Ольги Бузовой вот в таком ключе, что если это ее не остановило от чего-то, то почему это вас должно останавливать от того, чтобы попробовать то, что вы всегда хотели. Ну, и вот про книгу, да, выиграл у нас один человек, а другие тоже захотели почитать очень сильно. Как им получить эту книгу со скидкой? Сегодня последний день, когда можно купить книгу на Бук-24 со скидкой 20%, и на Литрес электронную, и аудиоверсию. И, кстати, аудиоверсию я озвучивала сама. Вот я в Инстаграм, наверное, вот попозже могу выложить, напомнить, какой промокод есть, и на каких сайтах он действительно... Да, если за рулем передвигаетесь, тогда можно аудиоверсию с удовольствием. Инстаграм у тебя Джо Кукер. Да, прямо сейчас подписывайтесь, следите, сторис, посты и все такое. Лен, хочется сказать тебе огромное спасибо. У нас остается прям 10 секунд, скажи, вот счастье для тебя это? Жить в моменте. Вот, молодец. Наверное, вот это в основе твоей книги. Елена Володина, друзья, на Стране.ФМ. Большое спасибо до новых встреч и новых книг. Да, спасибо большое. С вами были Роман Шахов, Валерия Майорова. Да, счастливо.